денис приветствую тебя привет всем наш традиционный эфир с тобой для четверга обсуждаем рынки смотрим на них с учетом новых водных этих водных сейчас достаточно потому что у нас есть возможность обсудить рынок в условиях крайне насыщенного экономического календаря буквально вчера заседание федрезерва сегодня тоже скучать не придется впереди заседание европейского центрального банка и в этой связи предлагаю коснуться сегодня того что происходит с долларом разобрать ситуацию с европейской валюты перед тем как лицб огласить свое решение по ключевой процентной ставки можем посмотреть сегодня еще и золото учитывая как красиво последние дни ходит этот инструмент сейчас котировки 2034 доллара за тройскую функцию но увидели уже и новые максимумы так кстати говоря ну чуть-чуть если говорить о финале этой недели после сегодняшнего европейского центрального банка не забывайте друзья что завтра еще нонфармы поэтому их закрытие недели тоже будет с перчинкой то есть вполне возможно что будут мощные движения прямо до окончания всей пятидневки так ну что заседание федрезерва принципе каких-то новых неожиданностей скажем сюрпризов так и не последовало ставку повысили на 25 байсных пунктов в соответствии с ожиданиями но учитывая что буквально до начала заседания федрезерва по данным федвотча это вероятность такого решения составляла 90 процентов даже больше понятно что фрс решил не мутить ходу и дать рынку то на что он настроился по поводу комментариев собственно паула что же он такого сказал из-за чего вера в доллар у тех кто все таки рассчитывал его выкупить несколько стало не такой уж и прочный в принципе американская валюта как мы прекрасно видели оказался под давлением давай параллельно включу демонстрацию крана как раз индекс доллара индекс доллара текущей котировки 100.71 и мы снова ниже поддержки 101 пункт но еще не на заветной цели которую я поставил лично для себя еще несколько недель назад это закрепление ниже планки 100 пунктов ровно хотя честно признаться фундаментальный фон для этого достаточно но было бы совсем классно конечно если бы фрс вчера дал конкретно сделал конкретное заявление о том что довольно со текущим циклом уже в источении монетарной политики и ставки дальше расти не будет но к сожалению фрс опустил нюансы и не стал комментировать перспективы опять же дальнейшего повышения процентной ставки отметить лишь что решение заранее не принимаются регулятор адаптивен он реагирует на те условия которые складываются если макроэкономический фонд заставить резерв пойти на решение которое будет предполагать уже проявление мягкой экономической политики то американский регулятор это сделает но вот на что обратили внимание многие аналитики они как правило пресс-конференцию и речь которая готовится заранее сравнивают с формулировками прошлого заседания и если два месяца назад мы помним была такая формулировка что ставка должна достигнуть ограничительного уровня чтобы быть достаточно чтобы тормозить инфляцию и для достижения вот этого ограничительного уровня фрс может позволить себе дальнейшее расточение монетарной политики в этот раз эта формулировка как таковая отсутствует и на вопросы пау от журналистов по поводу того разделяет ли он точку зрения либо придерживается цели двигаться по пути вот ограничительной политики повал отметил что возможно ставку же находится на ограничительном уровне либо около того но здесь выводы можно делать конечно же неоднозначно это может быть и сигнал того что все фрс больше повышать ставки не будет или может быть сигнал просто что фрс взял паузу паузу точно взял потому что сейчас вероятность повышения ставки в июне в июле она стремится к нулю я интерпретирую это как все-таки первый маленький шажочек но все начинается с малого а в сторону смягчения экономической политики и когда-нибудь там либо в конце этого года либо начале следующего может замаячить перспектива снижения процентной ставки что вполне актуально сейчас учитывая что происходит с американским банковским сектором поэтому меня доверия денис к доллару сейчас нету я считаю что его нужно тащить ниже особенно ну может быть я немножко посомневался бы если бы после ситуации с ферс репаблик банком ситуация был банковском секторе стабилизироваться но у нас опять же после этой истории сейчас всплыли новые вылью нишнал банка по квест и еще ки корпа то есть они следующие кандидаты на вот это банкротство либо потенциальное поглощение по этой причине я хочу напомнить друзья как рынок ранее реагировал на кризис первой волны банковском секторе активно распродавал доллар история повторяется мы это знаем и сейчас моя рекомендация тащить индекс доллара совместными усилиями ниже 100 пунктов ровно на противовесе золото пользуется спросом мы увидели сегодня открытие с гэпом по сути рывок в районе 2078 долларов за происходство все цели выполнены и перевыполнены ранее то что комментировать относительно потенциала заработка на рынке драгоценных металлов золото себя прекрасно отработал как защитный актив который помог пересидеть смуту связанным с вот этим кризисом банковского сектора и если опять же спроецирует все что сейчас сказал про банковский сектор на золото перспективе то возможно золото будет дальше пользоваться активным спросом золото будет получать поддержку на фоне слабости доллара еще рыночный сантимент по-прежнему даже несмотря на такой мощный рывок вверх мы видим что по сантименту маркетс толпа 74 процента трейдеров золото по-прежнему шортит то есть верить что все пиковые значения уже пройдены я думаю что после коррекции который может продлиться вплоть до выхода данных по нонфарм пэрлс золото возможно где-то снова стабилизируется уровне двух тысяч долларов за тройскую унсу и там уже можно будет снова откупать с дальнейшим восходящим движением вверх и с акцентом на новостной фон связанный с развитием событий в американском банковском а секторе и что касается европейской валюты сегодня конечно же день и цб ждем решение поставки в 12 15 по gmt через полчаса после этого пресс-конференция руководство cb кристин лагар ставку повысят насколько сегодня узнать я мысль амбициозно думаю что могут выкатить 50 байсинг пунктов особенно после последнего роста инфляции в прошлом месяце 6 9 до 7 процентов но даже если цб все же решит действовать так же как и резервный банк австралии на этой неделе фрс и повысить ставку на 25 байсинг пунктов я все равно считаю что это фон достаточно для того чтобы евро дальше продолжил пользоваться спросом и нацелился уже на движение в район отметки 1 12 короче я рекомендую рисковать сейчас по евро покупать с целями которые были названы с учетом того что этот актив сегодня может оказаться сам динамично растущим и в качестве еще одного аргумента почему все-таки дорога вверх открыт это также сантимент но здесь он более красивый даже чем по золоту потому что я вижу значение что восемьдесят четыре процента трейдеров сортах по европейской валюте конечно же должен пойти по пути наименьшем сопротивление то есть вверх так и не слова тебе так отлично меня уже видно экран грузит видно все прогрузила да по поводу евро значит здесь у меня мы придерживаюсь такие же при приблизительной идеи как и ты то есть что движение у нас вверх все-таки продолжится приблизительно 1130 у нас находится значимый весьма уровень для сопротивления то есть вот этот диапазон там же у нас и по опционам верхняя граница совпадает да и в целом этот диапазон очень сильный плюс по опциям есть еще выше там зазор вплоть до 1118 поэтому я думаю что туда особо ничего не мешает по цене добить вот и после этого уже пойти в более-менее такую значимую коррекцию то есть сегодня у нас есть б да я тоже кстати просматривал мнение аналитиков по поводу того что на полпроцента собирается делать повышение но принципиально это сейчас даже особо не ничего не возняет что что 025 что 05 потому что вообще ецбэн немножко если сравнивать его с фрс то их агрессия в плане вот повышение таргетированной инфляции немного отстает все-таки от фрс и поэтому я думаю что они будут в итоге нагонять поэтому кроме как роста я пока с текущих ничего не вижу продавать на чем где зачем пока тоже я не вижу для этого условия у нас есть очень крупная вот профильное накопление внизу как раз вот в этом диапазончике сделано вот видно четко где профиль находится так что основной основной приоритетное движение у нас по-прежнему остается вверх плевать против ветра в данном случае ну я бы очень не советовал бы этого делать если появится какая-то кульминации сильно выброс как по золоту например это одно дело но пока что ничего этого нет соответственно в противовес то есть 56 процентов евро содержится в индексе доллара при его синтетическом расчете у нас что есть сейчас там какую-то локальную коррекцию могут сделать то есть там примерно середину диапазона дело в том что здесь вообще в принципе такой накопительный сегмент который начался у нас еще с середины апреля месяца то есть считаю вот третью неделю мы внутри диапазона движемся и общая идея у меня на продолжение снижения то есть в районе сотки круглый уровень хотя его цена ни разу не видел на самом деле он больше для нас трейдером психологический вот но все же да есть сам для дальнейшего снижения сейчас как раз в области такой сильной поддержки находится но чем дольше цена ударяется портар протраговываются в районе сильной поддержки либо сопротивления тем больше вероятности того что это будет пробита с учетом того что здесь было сделано еще и перекрытие вниз от этого всего сегмента но я не вижу другой вариант кроме как продолжение снижения вот эта коррекция вверх она может быть и меньше то есть но это я сейчас так приблизительно показал в середину но она по факту может подойти вот к этому локальному небольшому накоплению и дальше двинуть вниз так что здесь противовес индекс доллара относительно евро то есть только такой у меня сценарий соответственно евро может локально немного откорректироваться и потом уже пойти вверх на добой после чего уже реально буду ждать на такой более серьезный более глобальный разворот очень интересная ситуация по золоту дело в том что золото вот у меня карас уровне отдельно стояли в районе 2070 2075 это исторические максимумы прошлого прошлого года и двадцатого года красиво реально очень красиво протестировали вот такой вот тенью и с учетом того как зафиксировалась у нас вообще дневная свеча то у меня точнее зафиксируется то у меня огромный есть вероятность того что движение вниз у нас будет гораздо сильнее то есть это уже предвестник разворота да по акционам там есть за что еще зацепиться на цена далеко не всегда доходит до прям граничащих сильных уровней диапазона если к ним подошла да это конечно усиливающий сигнал что да будет разворот но изначально я ждал как минимум тест вот этого диапазона мы его получили причем с очень большой точностью мы его сделали то что здесь нет крупных объемов но это не удивительно потому что движение было фактически ночью сделано и причем очень быстро она была сделана так что здесь ну в этом плане чего сверхи естественного нет вверху будет ледобой вот сюда там на 2090-2100 после вот такой свечки я не уверен я вообще не уверен скорее всего здесь дадут нам внутренний какой-то откат если более конкретизировать я подозреваю что что-то наподобие вот такого будет движение здесь у нас зонкопокупатели как раз находится сейчас я ее покажу вот она то есть зонкопокупатели сюда попадает затем внутренний откат вот как раз на вот это внутреннем откате я буду смотреть потому что мы получили то есть ложный пробой даже не не только локального уровня но из стратегических исторических экстремумов при этом кабину я никогда не оценил там с позиции толпа не толпа потому что это все очень такие условности но по факту здесь огромное количество находилось это по стакану ордеров было видно в нациями то есть большое количество лимитных ордеров было то есть они уже сработали благополучно и через внутренний откат я все-таки за продолжение такого весьма сильного серьезного снижения единственный момент нужно вот эту конкретно точку прям поймать а где это лучше всего сделать потому что с текущих ну риск очень большой риск получается нам даже стоп некуда особо ставили кроме как вот за уровень 2080 но блин как-то ну как-то стрёмно очень большое значение там под 400 пунктов получается 100 при относительно там 800 тейки но я таки с таким соотношением не работаю поэтому я предлагаю вот здесь вот момент внутренней коррекции когда будет проходить вот здесь вот сделать уточнение и потом все-таки на продажу на перехай ну я думаю уже вероятность небольшая не исключаю но все-таки считаю вероятность этого уже невысокая денис спасибо тебе за рекомендации я думаю что самые наверное динамичные интересные инструменты на текущий момент просто бы разобрали но особенно в свете предстоящего себя не европейского центрального банка очень рассчитываем то что этот анализ вы будете использовать друзья если будут какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях денис ну а мы как и всегда будем держать руку на пульсе следующей неделе это заседание банка англии она как раз состоится в четверг у нас будет возможность утра провести с тобой эфир вот как раз все еще четверг а если да будет быть интересная картина по тех анализ обсудить фонд было бы неплохо еще раз тебе большое спасибо что нашел время подключился обсудим рынке и хорошего тебя закрытия недели и выходных спасибо спасибо взаимно тебе тоже ну и конечно же для наших подписчиков торгуйте с умом соблюдайте риски и ждите ецб так как ждем его мы спасибо за внимание пока пока пока